Благодарю всех, кто меня поздравил с 23 февраля. Огромное спасибо. Я также поздравляю всех мужчин с этим праздником мужества, силы, отваги. Вижу, что у вас мое видео последнее, что происходит, глубоко затронуло. Вы знаете, я не жалуюсь, а констатирую факт, что несмотря на научно-технический прогресс, идет деградация. Общество деградирует. Вот это как-то меня цепляет. А теперь я хочу ответить на ваш вопрос вот такой. Не каждый выдержит такой поток грязи негатива. Поделитесь, как удерживаться на плаву, что вам помогает? Ну, если так пространно начинать, то когда были написаны книги, это примерно было где-то в 90-м году, до 90-го года уже появились брошюрки, книги. И я поехал в Старый Оскол, там печаталась книга, то ли ее получить, то ли еще, ну не знаю. Там находились мои, значит, первые издатели, которые пожелали вложить деньги в мои книги. И я как раз пришел куда-то там в приемную, сижу, естественно, никто не знает, сижу, слушаю, и кто-то говорит, ой, вот это вот бредятина, вот это вот какие-то книги, да кто ее там читать будет, да что там еще делать. И как-то вот это вот меня даже и не зацепило, просто констатировал факт того, что, надо же, некоторые люди как относятся. Еще, возможно, раньше я был в Москве, или позже, и мне там один знакомый решил показать врачу. И говорит, вы знаете, это тот человек, который вот чистит организм. Врач на меня так посмотрел, заинтересован, надо же чистить организм. О-хо-хо-хо-хо, что-то такое, как бы сказать, неслыханное, непонятное. Думает, ну, на что только люди не пойдут, чистит организм. Потом, когда уже вышли целительные силы, видать, 90-е годы стране и людям было как-то не до критики. И толку никто ничего и не сказал. Вот примерно после двухсотых начали появляться разного рода там критика, разного рода такие негативные отзывы. Ну, просто, вот, как я вам рассказал, вот, что происходит, что-то информация подается в каком-то детском виде. Вот это плохо, это очень плохо, это какое-то лже. Любят меня слесарем там обозвать. И больше ничего. А вы же, если хотите критиковать, то непосредственно не за то, что я там в прошлом слесарь, а сейчас я не просто слесарь, а слесарь, электрослесарь кипи-автоматики, такая у меня профессия, я получил ее. Вот, а сейчас я пенсионер. Конкретно, вот это вот что-то неправильно, вот это что-то неправильно. Иван Павлович Невывакин, делая отзыв о моих книгах, он очень интересно там сказал, я могу, конечно, вам его дословно привести, он, по-моему, в конце первого тома «Целительных сил». Он говорит, автор излагает все с научной точки зрения, все достоверно, практически без каких-либо ошибок. То есть его восхитил вот такой именно научный подход к тому, что я писал. Должен сказать, но это уже приличная встреча была. Галина Сергеевна Шаталова, она говорит, я зачитал вас с вашими книгами, как написано, хорошо, вот. Я вот так не могу излагать, потому что вот эти наукообразные термины у меня в голове, и они ему не дают той простоты, которую вы добились. Ну и, наконец-таки, пошла передача «Малахов Плюс». Приходили разные люди, целители, профессора, доктора медицинских наук, медицинские работники. Вот. И со всеми я находил общий язык. Никто не сказал, что это вот какая-то там бредятина. То есть это там все было придумано какими-то людьми заинтересованными в том, чтобы даже не вред нанести, а просто какую-то сделать сенсацию. Нужна сенсация для одного к тем. Так вот, теперь, опять-таки, я несколько пространно начал. А сейчас конкретно отвечаю. Ну, пространно начал для того, чтобы вы меня лучше поняли. Не каждый выдержит такой поток грязи негатива. Поделитесь, как вы держите на плаву, что вам помогает. В первую очередь, вот смотрите, мне помогает правда. Если, так как я написал там книги, если в книгах содержится какая-то ложь, пусть на это мне укажут. И я, значит, посмотрю, что она действительно, эта ложь является ложью, или это какой-то просто-напросто там вымысел. Если это ложные какие-то вещи я изложил в книгах, я естественно, то есть это для меня сигнал к работе над собой, к исправлению материала, самого себя, то есть стимул для работы. А если же это просто, вы знаете, вылили из, как бы сказать, вот негатива, да он там что-то там рассказывает такое-сякое, то я понимаю, что это меня не касается. И я это не воспринимаю. Вот что самое интересное. То есть я воспринимаю справедливую критику в свой адрес. Вот сказали мне, желательно здороваться в начале передачи. Я сделал заставочку, пожалуйста, здороваюсь. То есть сказали мне, что надо ставить в конце напоминание, там, жмите на колокольчик, там, ставьте там лайки. Пожалуйста, я поставил. Далее мне были сделаны замечания, что надо там большими буквами названия писать. Ага, я это стал учитывать. Пишу теги, чтобы соответствовали. Ага, я это стал делать. То есть то, что мне советуется, рекомендуется, в чем я не смыслил. Я как такой ученик, я все это воспринимаю и исправляюсь. Если же это просто-напросто, вот действительно какой-то негатив, он летит обратно. То есть я его не воспринимаю. Это меня не касается. Если что-то там говорят. Конечно, бывает там что-то такое обидное, досадное. Ну, это лишний раз, еще разок, знаете, если вот все-таки меня что-то зацепило, это лишний повод заглянуть внутрь себя и посмотреть, а что ж у тебя еще не проработано, что тебя цепляют. Где этот крючочек, где эта зацепочка. То есть это есть еще один, как бы сказать, повод для того, чтобы проработать себя, вот эти вот шероховатенькие места подточить и, значит, в дальнейшем и это перестало волновать. То есть правда, вот правда, она как раз является с одной стороны стимулом для работы над собой, если это правдиво, справедливо, я сразу врубаюсь и начинаю работать. Либо правда меня защищает. То есть, говоря о том, о чем, что я такой-сякой, но я-то не такой-сякой, я-то себя знаю. Я не хочу сказать, что я, ну так скажем, идеален. Нет, я далек от идеала и масса своих, будем говорить, особенностей, масса своих, так сказать, вещей, над которыми я там работаю. Но тем не менее, я понимаю то, что, допустим, что-то там произошло со мной в детстве, в юности, в зрелом возрасте, уже совсем недавно произошло даже, такого нехорошего, что, чтобы мне было, как бы сказать, ну, не хотелось бы, как бы сказать, вспоминать, выносить на люди. Вот. Но тем не менее, оказывается, все это надо было для того, чтобы я на это обратил внимание и над этим поработал. И в результате вот такой интересной работы, жизнь это действительно постоянно работа над собой. ты каких-то добиваешься результатов. Как внутреннего преображения я стал, знаете, вот абсолютно как-то спокоен, как ко всему. и, будем говорить, спокойным, уверенным. И поэтому, вот, если теперь вот этот вопрос, что вам помогает, опять я скажу, если это будет ваш адрес, правдивая, честная, критика, отмечания ваших каких-то таких, ну, в первую очередь, черт характера, не совсем хороших, которые, ну, каждый человек примерно понимает, которые им мешают, большинство, по крайней мере, поминают, это хорошо для того, чтобы благодаря этому вы совершенствовались. А если это просто-напросто как какой-то там хам надумал там оскорбить или еще что делать и что не соответствует действительности, то к нему так и относиться надо. Ну, мол, это меня не касается. Но сейчас больше я заметил, знаете, какой вопрос, как бы меня с точки зрения там написания моих книг, ну, кроме что там некоторых суждений моих этих, можно. Но что касается научной стороны, потому что я все это сверял, как это все это работает, а потом излагал по этому, по-своему трудно что-либо сказать, зацепить. А вот так устранить как примерно конкурент, который сбивает потенциальных клиентов от тех или иных клиник, вот тут уже идут разные средства, тут уже не церемонятся, там, научно, не научно, тут надо потопить оппонента и все, чтобы он заткнуть его как угодно. Вот, и знаете, что еще как бы воодушевляет? Когда ты вот это все понимаешь, и так как я вот все рассказываю, что я люблю читать, я люблю что-то новое узнавать, особенно сейчас я люблю даже больше тоже смотреть, нежели читать по ютубу жизнь замечательных людей, жизнь людей, которые что-то там добились, там, гениев, злодеев и так далее. Я понимаю, практически все выдающиеся личности сталкивались с подобной проблемой. Вот, ну, не любят, не хочу сказать, что серая масса, потому что серой массе пофигу, возвысился ты там, не возвысился, успешен ты, не успешен, как-то она в своей жизни живет. А вот те, кто бы хотел возвыситься, но у которого не хватает на это каких-то личностных особенностей, которые есть у этой личности, которая возвысилась, вот, они все их старались набить, все, так или иначе, вот так говорили, вот такие вот цикки и так далее. Поэтому я читаю их жизнеописание, вижу, что мое жизнеописание, вернее, жизнь, она вот так же и протекает, то есть это какая-то общая закономерность. Ну, вот примерно и все. Понравился канал? Чувствуешь пользу? Звони в колокола! Ставь лайки! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok